Круговорот молока в природе. Глава республики поручил отраслевым ведомствам взять под контроль вопросы, связанные с производством молока в республике. Ценовая политика в области закупки этого важного продукта меняется. В Чувашии вводится система дифференцированного расчета за молоко. По такому принципу уже начали работать в Комсомольском районе республики. В колхозе урожай, например, рассчитывают стоимость молока с учетом его качества. Собирают здесь ежедневно более 7 тонн сырого молока, причем половину с населения. Здесь у нас весы, на весах принимается, охлаждается, идет в танк, потом на переработку делаем, сепарируем, пастеризуем. В данный момент производим молока 3 тонны в день. Отсюда молоко доставляется в столицу и некоторые районы Чувашии. И даже соседи из Татарстана тоже пьют наше молоко. Надо отметить, что надои молока с каждым годом увеличиваются, а перерабатывающие предприятия развиваются. Так, например, совсем недавно на предприятии Молцентр открылся цех по пакетированию пастеризованного молока. А в планах предприятия запуск линий производства сметаны, творога и кефира. Такие примеры пока у нас, конечно, в малом количестве, но есть вот у нас и Брестинский, и Канарский часть, Комсомольские районы. Конечно, очень сложно с частниками работать, но у нас есть сборщики молока, которые готовы заключать договора, платить больше за качество молока. И это вот на Учурашевский молокосборный пункт, который готов уже эту работу проводить. Ну и с остальными сборщиками будем отдельно вместе собирать, говорить. Но задачу о том, чтобы во всех районах республики у нас за качество молока платили больше, мы это себя не снимаем, будем продолжать эту работу. По данным Минсельхоза Чувашии, еще в двух районах и Брестинском, и Канарском, перейдут на систему дифференцированного расчета за молоко. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.